добрый день сегодня у нас четвертая лекция цикла хочу напомнить некоторые мысли из предыдущей лекции мы рассматривали человека увидели его внешние слои образ жизни группу самоописание самооценку это первый внешний слой второй внешний слой отношения устойчивость и рефлексия и обнаружили что там есть еще что-то вот это еще что-то мы обозвали словом личность сказали что личность насколько нам известно существует объективно и устойчиво что она привязана к определенному железу то есть физиологии мозга скажем так личность не дана прямо но ее можно вычислить и для этого нужна определенная модель хочу отметить что некоторые модели уже вошли в массовое сознание людей и люди пользуются ими как метафорами не упоминая имени автора и не претендуя на точность и научность вот что я думаю об этих об этих моделях во первых есть целый блок моделей или подходов которые я бы обозвал словами вторая комната скажу они отдельно если вторую комнату как бы вынести за скобки это еще остается две мысли одна мысль что моделей очень много и что модели можно разбить на определенные типы мы об этом сейчас поговорим вот что такое вторая комната вторая комната это такое неявное предположение что внутри хранится тоже что снаружи только почему-то спрятанная сломанная и спрятанная теперь есть первая комната есть первая комната внешние слои а внутри хранятся какие-то случаи какие-то элементы из внешних слоев которые почему-то не пригодились мы решили их спрятать это может быть сделано сознательно или бессознательно но они существуют действительно есть на основании утверждают что такие объекты существуют у нас внутри вот несколько примеров когда это применимо и когда это имеет смысл вот когда мы будем просто стекгольмский синдром или про выученную беспомощность разумеется у этих терминов есть авторы просто я не стал их искать не находятся когда мы говорим про психоанализ по фрейду детские травмы запрещенные желания и так далее все это некоторые сценарии которые мы хотели осуществить или осуществили с неудачным результатом настолько неудачным и настолько нам больно об этом вспоминать что мы это прячем и стараемся об этом забыть сознательно бессознательно это существует но можно провести некоторые например психоанализ по фрейду и выявить все это и все равно останется еще много чего внутри поэтому я попризнаю что вот эти элементы существуют но они честно говоря меня не интересуют потому что я умею от них избавляться выявлять их переводить их сознание осмысливать а кто не умеет тот может обратиться психоаналитику и вам помогут это известная часть проблемы давайте пойдем дальше если вот этот подход второй комнаты оставить за скупками что еще можно сказать во первых можно сказать что модели очень много очень что значит много вот например клер грейвс свое время лет так 40 тому назад проводил анализ моделей которые похожи на его модели нашел 25 аналогов на старую я видела эти таблицы на старой версии сайта посвященной памяти грейвса сегодня этот сайт переделан и уже авторы хозяева сайта ссылаются на грейвса из спиральную динамику поэтому тут написано но даже вот в сегодняшней версии сайта есть статья в которой вот 10 групп моделей а в каждой группе 3 2 4 модели то есть не менее 25 может быть там 30 40 аналогов авторы сайта находят а может быть и больше то есть количество огромно проводить полный анализ большого смысла вам не имеет но некоторое представление об этом пространстве вариантов я хочу чтобы с вами получили вот основные типы модели ну я бы выделил 5 типов агенты лестница типология фазовое пространство и все сразу ну что вы поняли о чем дам несколько примеров для каждый тип нам свои примеры один пример по крайней мере вот как устроена модель агенты смотрели наверное фильм неплохой фильм в английском назвали английское название inside out но если русский перевод 2015 года фильм там рассматривается психология главного героя девочки подростка как борьба 5 агентов которые у нее в голове сидят и между собой сражаются за влияние кооперируется или наоборот конкурирует 5 агентов которые там обозначены это радость вот они нарисованы радость печаль гнев страх и брезгливость ну вот есть такое представление можно представить переживание как борьбу вот таких пяти агентов но это мы этой модели вернемся позже покажем какой здесь есть рациональное зерно пока вот это пример модель с агентами 2 2 класс эта модель лестница тоже разные варианты существует наиболее известный вариант это пирамида маслоу вот абрахам маслоу который предложил такую сеть рассматривать как систему потребности причем иерархию от низших к высшим и основная идея состояла в том которым маслоу значит высказал что человек должен удовлетворить нижние потребности нижних уровней если он их достаточно достаточно мере удовлетворил он начинает думать о потребности к следующего уровня более высоких более высоких так постепенно поднимается от низшего к высшему причем если скажем наступила катастрофа или там голод или еще какие-то проблемы которые не дают ему осуществить нижние потребности то он бросает верхний спускается вниз можно надо сказать что психологи утверждают что эта модель не проходит критерии психологической валидности но надо сказать что маслоу больше заботился о мировоззренческой стороне этой концепции и никогда не утверждал что она является строгой на строго научной моделью на которой можно строить исследование получать измеримый результат но такая модель существует она популярна и его привлекают для объяснения разные авторы объяснение того что происходит вот еще одна группа типологии но например такая типология вот гиппократ предложил людей на четыре темперамента холерик санглиник флегматик мюанхолик тут тоже есть рациональное зерно мы тоже к ней вернемся к этой модели в свое время но вот четыре типа все люди распадаются на четыре типа сказал а вот более хитрая группа моделей я называю их фазовое пространство вот например модель майерс брикс вот она предполагает что человек на располагает есть некоторая точка в четырехмерном пространстве вот каждая полоска это некоторая ось некоторая координатная прямая например вот зеленая прямая да значит можно двигаться в сторону с а можно двигаться в сторону н и так можно смещаться вправо влево по каждой оси и каждый конкретный человек занимает в этом фазовом пространстве определенную точку пленную позицию если мы знаем эту точку то можем выдать ему какую-то реком какие-то рекомендации как ему строить свою карьеру как ему начать свою семейную жизнь чего он может ожидать от своих собственных поступков в будущем и так далее можно эту систему превратить в типологию если брать предельные случаи то есть если считать что вы например ай с fp то будет а один тип на самом деле этот опросник измеряет ваше смещение влево вправо по каждой оси то есть это некогда некоторое фазовое пространство вот такой пример если другие фазовые пространства это пример а вот есть примеры к модели которых пытаются сочетать все сразу кстати я тоже отношусь к этому классу моя модель но вот такой интересный пример кенуилбер вот тут нарисованы его модели которые он пытается соединить в одно большое целое и это ужасно сложно и пользоваться на мой взгляд этим бессмысленно но забавно таким образом кроме кроме эффекта второй комнаты как объясняющего принципа есть еще множество других моделей которые распадаются на пять групп вот и мы когда вы настроить свою модель увидим что она опирается на модели разных групп до этого мы еще наверное дойдем продолжение следует следующих лекциях и